вот этот вот участок вместе с курагой которая просто мне интересно вот это вот сочетание курочки и кураги попробовать привет бандиты сегодня у меня кулинарный выпуск рецепты от домашней качалки и сегодня мы будем готовить куриную грудку с чесноком и курагой для этого нам понадобится простой йогурт я беру обычный йогурт безвкусный он как жиденькая сметаночка двухпроцентный два с половиной процентом массовая доля жира понадобится нам вот такая вот посуда для запекания собственно говоря сама грудка ну чеснок и курага и здесь мы будем использовать адыгейская соль соль перемешанная с приправами ну и немного поперчу ну что ребята давайте приступать готовки берем нашу грудку шкурку я отделять не буду пусть она запекается а потом когда мы будем это все дегустировать употреблять кушать я просто ее посмотрю кушать или не кушать зависимости от того насколько она будет жирная так вот я ее подрежу чтобы нам добраться до самой грудки собственно говоря этот рецепт я подглядел у дениса семенихина но он был на гриле приготовлен а я хочу это все приготовить в духовке куриную грудку я заранее помыл для тех кто волнуется делаю я вот такие вот надрезики в один надрезик я буду складывать засовывать чесночинку а в другой курагу и посмотрим что у нас получится курага у меня мытая чуть за одну я буду вот так вот и и засовывать может быть даже можно попробовать ну давайте вот сюда ничего не буду пробовать теперь вам нужно приготовить чеснок как там у мастера кулинарии чистят так быстро не знаю у меня получается было заранее почистить не отрывать ваше время не знаю кто как я лично чеснок люблю вчера я готовил не скажу что таким способом но очень похожим способом я готовил рыбу минтай тоже в духовке до этого я ни разу не ел минтай из духовки ел только жареный и очень даже понравилось сочетание ингредиентов если есть желание пишите в комментариях я вам этот рецепт свой на видео несколько зубцов будет такие вообще мощные рецепт очень простой почему мне понравился чем у меня и привлёк тем что если это все готовить на гриле на электро гриль там у него такая электро гриль бош по моему вроде вафельницы вообще крутая штука я тоже хочу такую прикупить но пока хочу только в мечтах на самом деле конечно же дорого стоит покупать какую-то похожую за 3 копейки не охота поломалась такая дорогая и так вот в те отверстия которые мы сделали где у вас нет кураги мы засовываем чеснок повторюсь я чеснок люблю поэтому я не боюсь переборщить с чесноком но думаю что многие из моих подписчиков к чесноку относятся положительно и вот один зубчик остался давайте его вместе с курагой положим это все я размещу на своем в противне аккуратно так мы накроем хотя не отдавайте сперва посолим поперчим солим и вместо майонеза хотя у него и не было у меня просто сам для себя так думаю что нужно чем-то и и таким смазать и вместо майонеза я вот так вот и и йогуртом обычным хочу ну и теперь мы все это накроем кожицы и сверху еще так вот я почему-то сейчас смотрю на эту грудку не знаю получится у меня уже аппетит разыгрался но и чуть-чуть подсолим ее и так духовку у меня уже разогрелась и давайте поставим эту грудку минут я думаю на 40 в духовочку и встретимся с вами уже когда она будет готова не переключайтесь вот и приготовилась моя грудочка и сейчас мы ее попробуем вместе с вами ну вот такая ребята красота давайте ее сейчас вскроем посмотрим как она будет выглядеть у нас в разрезе вся приготовилась вот как видите нету никакого сока все у нее нормально и выглядит она очень даже аппетитно давайте ее попробуем но ребята как вы сами успели убедиться выглядит она отлично и сейчас мы проверим ее вкусовые качества может быть я что-то не досолим очень нежная очень мягкая не сухая но действительно я слегка и и не досолим но я дайте-ка я попробую вот этот вот участок вместе с кругой которая просто мне интересно вот это вот сочетание курочки и кураги попробовать ребята вкусненько очень вкусненько вот этого курага как раз вкус кураги и придает вот эту вот сладость грудки неповторимый такой вкус я не знаю вкус просто шикарный я не знаю как его нахваливать для вас чтобы вы поверили мне но я вам советую попробуйте сами приготовьте ничего здесь сложного нет 600 грамм грудки я взял 66 плодов кураги ну где-то у меня получилось на штук 12 зубчиков чеснока все немного посолить немного поперчить там пару ложечек йогурта обычного и все час и курочка готова да ребята это как раз тот случай когда я могу взять вот эту грудку кусочек черного хлеба и за раз ее уплести и вот этого шкурка я вам советую шкурку не отрезать в оригинале этот рецепт я видел когда он делался из чистого филе но я попробовал на кости взял грудку и я нисколько не жалею конечно я не знаю как повело бы себя сама филе в данном приготовлении но вот это вот шкурка жир весь стек и вот эта шкурка она придает вот эту вот мягкость вот эту сладость грудки которая которую сохраняет вот это вот благодаря тому что курага у меня вставлено было и кожица сохраняет вот этот сок весь кураги внутри и получается просто шикарно обалденно ну-ка я в жирок сейчас макну да ребята да 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 и еще раз да не берусь рассуждать в плане диетологии сколько у нас здесь все-таки белка и сколько у нас здесь жира но грудка была 614 по моему грамм на 100 грамм продукта у нас получалось где-то 19 грамм написано белка то есть в этой грудке примерно 120 грамм белка плюс еще у вас будет какие-то яички допустим в оладушках если вот меня взять в пример меня какие яички добавляю когда приготавливаю оладушки из овсяблых хлопьев и плюс перед сном порция этого рога 200 грамм и вот он весь ваш дневной рацион дневной дневное количество потребляемого белка вот она вписывается так что ребята ставим лайк пробуем готовим сами комментируем и пишем что вам понравилось что не понравилось но на сегодня ребята это все всем желаю ставьте лайки подписывайтесь употребляйте правильное спортивное питание и увидимся на канале домашняя качалка всем пока